А мы решили сделать этот перерыв коротким. И мы снова с вами, на связи, с нами новый гость. Даша, привет. Привет. Даша работает в Точке. Как дела? Классно, как у вас? Тоже неплохо. Супер. Расскажи, ты сегодня выступала с докладом про страшную холократию. Ну, не страшно. Негативные, прилагательные, не будем сюда добавлять. Да, действительно, у меня был доклад и весь мой спич про холократию, про то, что поменялось после в HR-процессах. Расскажи, ты активный промоутер этого, как это называется, стиля управления? Да, это и стиль менеджмента, и стиль управления, и система управления. Ну, раз ты работаешь в Точке и рассказываешь про это, наверное, эта история тебе драйвит и нравится. Я вообще промоутер и лояльный сотрудник всей Точке, поэтому холократию, да, амбассадор бренда, поэтому холократию мне тоже драйвит. Мне очень нравится сама система, и изначально, когда-то давно-давно, когда я приходила в Точку, мне было очень интересно узнать, как это работает на практике. Расскажи про… Я хотела только для тех людей, возможно, кто вообще не в курсе такой холократии. Может быть, мы буквально вот термин небольшой. Краткий экскурс. Да, для тех, кто не слышал, а как показывает мой доклад, из всех присутствующих не слышал и не знал никто. Это действительно система управления, она плоская и подразумевает отсутствие такой классической иерархии начальников, руководителей и так далее. Всего того, что мы так часто слышим и к чему привыкли. То есть у тебя нет начальника? У меня есть лидер, но у меня нет руководителя в прямом смысле этого слова. Лидер не равно начальника? Не равно. Это вот каверзные вопросики пошли. Мне просто очень интересно. Да, не равно, это правда так. И вообще там ключевая особенность в том, что иерархия идет не руководителей и конкретных людей, а скорее идет иерархия миссий, команд. И сами команды очень сильно самоорганизованы, самостоятельны в принятии решений и во всем остальном. И очень много функционала, который есть в классической структуре, у начальников, руководителей, нет у лидера, у лидлинка. В холократии он так называется. Как еще раз называется? Лидлинк. Да, я старалась избегать всех этих странных слов, какими они могут показаться на первый взгляд. Но лидер в холократии называется лидлинк. Круто. Расскажи про процесс управления. Ладно, так нельзя, наверное, говорить. Ну, в общем, процесс работы с HR-командой, потому что рекрутинг, он безжалостный и беспощадный. Ну, то есть там нужно следовать каким-то четким инструкциям, регламентам. Ну, в общем, когда у тебя есть активный найм в компанию, ты не можешь сказать одному HR, «Слушай, ты вот нанимай так, а ты нанимай так, как хочешь, короче, делай, нам это не очень важно». В общем, главное, чтобы результат был. Вот какие есть сложности в управлении HR-командой в таком стиле? Слушай, наверное, сложности именно такого стиля управления или этой системы менеджмента, если мы переносим на команду рекрутмента, как пример, их нет, потому что я с ними точно не сталкивалась. Почему? Потому что моя команда, и если вдруг они меня сейчас смотрят и видят... Передать привет. Да, можно передать всей команде привет. Это очень самоорганизованные, самостоятельные ребята, и поэтому сложности, с которыми я могла бы столкнуться, я с ними не сталкиваюсь. И опять же, если ты спросила про регламенты и про разные правила, такой миф большой о холократии, что там всё, знаешь, такая анархия, ничего не понятно, каждый делает, что хочет, кто-то хочет сорсить кандидатов, кто-то их не хочет сорсить. На самом деле это не так, и в холократии есть довольно много правил, по которым мы живём. Но ключевая особенность в том, что они не навешивают на нас много согласований, оков и вот таких историй. Они нам помогают, и принимаются они тоже для того, чтобы делать всю систему более подвижной, более быстрой. И в рекрутменте мы не сталкиваемся с тем, что у нас что-то там не работает. Конечно, бывает, что что-то не работает, и мы это решаем, но нет того, чего бы не хватало для того, чтобы рекрутмент работал и был эффективным. И кажется, что правила во многом эта история, ну типа нет правил ради правил. Это точно. И всего того, что у нас есть, и всё то, что работает, его хватает для того, чтобы быстро, динамично собирать всех самых классных ребят с рынка. То есть здесь должна быть какая-то самостоятельность. Просто дико большой уровень самостоятельности, ответственности за свои обязанности и так далее. Есть ли у вас какой-то вот в подборе, в оценке момент на выяснение в соответствии данному принципу? Мне кажется, холократия — это прям безумно важно. Есть, и здесь момент не только выяснения того, насколько компетенция это есть, насколько она проявляется, и мы это называем самоменеджментом, насколько вообще человек готов ко всему тому, что на него свалится. Но и здесь большая история про то, что человеку это тоже должно откликаться. Поэтому максимально на всех этапах мы открыто рассказываем, а что это такое, как это работает, а что значит, я принимаю решения, я самостоятельный, я классный, всё зависит от меня. Что значит эта ценность? Максимально донести до всех ребят с рынка, как это работает. А на примерах, а что я могу делать? Как команда разработки, например, в обычной структуре, что добавляется у меня к этому функционалу? И как это будет влиять на меня? Ну и ты права, вопросы, уточняющие вопросы, оценка по компетенциям, и в основном мы это всё обобщаем и называем самоменеджментом. Интересный подход. Всё же вот на интервью, возможно, добавляете какие-то кейсовые вопросы для того, чтобы понять, как человек будет чувствовать себя в холократии, если он, допустим, пришёл из какой-нибудь красной компании. Кейсы, да. Но тут, наверное, стоит рассказать вот эту взаимосвязь вообще вопросов, кейсовых вопросов и так далее с нашей системой ценностей. Если у нас есть ценность «не жди спокойной жизни», то есть такая компетенция софтовая, ресурсность в мире постоянных изменений. И тут будет классно узнать, как кандидат с любым стрессом в своей жизни или изменениями справлялся. А был ли у него такой опыт? А как он на это реагировал? Пугает ли его слово «дедлайн» и он уже под столом и вышел из зума? Или всё-таки такое в его жизни было? И это ок. Драйвит ли его история про бесконечные изменения? А как он, опять же, привносил ли он что-то в свою компанию и предлагал ли какие-то изменения сам? И это такая история про агента изменений и уже какой-то дополнительный скилл. И тут, опять же, диалог, уточняющие вопросы. Был ли такой опыт? Как он вообще к этому относится? И так далее. Ну и так далее. История про там всё зависит от тебя, опять же, само менеджмент. Как я распределяю своё время? Нужен ли мне руководитель, лидер, который будет следить за мной и прочее? Иногда очень классно следить за ребятами, которые задают вопросу «Точно нет никакой системы, которая за мной следит? А точно не считаете время?» И тут даже из этого диалога можно понять, а почему человек задаёт сам такой вопрос. Там он рассказывает «Ну, я там люблю вот сидеть, кофе пить и прочее». Но мы знакомимся, мы рассказываем о себе, как у нас это устроено и что да, мы не следим и не считаем, сколько человек пил кофе, а сколько он действительно работал, рассказываем про нас. И так и человеку тоже становится понятно, подходит ли ему эта система, если, например, он не из бирюзовых компаний, а из красных. У меня тогда вопрос такой, чуть-чуть отстранённый, насколько эта система, она влияет в итоге на текучку и на также удержание этих сотрудников. То есть у вас, может быть, какие-то другие процентные соотношения. Насколько система влияет? Тут нужно, что ты имеешь в виду в этом вопросе? Ну, я имела в виду даже больше ребят, те, которые уходят из-за выгорания, например, потому что кажется, что система такая, самоменеджмента, она позволяет тебе самому менеджить, собственно, своё время, и когда ты выгорать начинаешь. И, соответственно, как-то контролировать этот момент. То есть, может быть, замеряете эти удовлетворённость сотрудников? Удовлетворённость точно замеряем. История про выгорание. Здесь, мне кажется, это актуально для всего мира, для любой компании, и темп очень быстрый. И мы понимали, что ко всем изменениям на рынке, которые происходили там последние 2-3 года, мы были готовы как будто бы чуть больше, чем все остальные, потому что жили так всегда. То есть, всё, что происходило, мы такие, окей, да, тут вот это, здесь вот это, здесь поменялось одно, здесь поменялось другое. И для нас все эти изменения, это как такая среда бесконечных, постоянных изменений, и вот нужно к ним адаптироваться, гибко понять, что дальше делать. Если говорить про удовлетворённость, то мы её точно меряем в формате E-NPS и понимаем, что меняется к лучшему, и что меняется не к лучшему. А как холократия помогает или не помогает в этом, тут я бы даже не говорила, что это холократия как-то влияет на эту историю. Здесь вся точка заботится о сотрудниках, и там миссия всей нашей команды, в том числе сделать каждого сотрудника счастливым, счастливый сотрудник, счастливый клиент. И вот много этих ниточек взаимосвязей, и мы понимаем, что это не особенность компании, что она очень динамичная и быстрая, это особенность мира. И когда появляется это понимание, то здесь, наверное, важно создать инфраструктуру, где каждый сотрудник, у него будет возможность посетить корпоративного психолога, и это в точке есть. Он будет понимать, как можно себе помочь, когда вот эти вот штучки с выгоранием замечаешь. А что делать лидеру команды, когда это появляется? А как вообще, опять же, в истории с самоменеджментом, заметив это, себе помочь и так далее? Куда пойти, что сделать? Отправиться ли в саббатикл или еще что-то? И какие у меня есть варианты, когда я вдруг подгорел? И тут не думаю, что это особенность холократии или в целом точки. Это, наверное, такая корпоративная культура и подход к каждому, когда есть возможность не только бежать, просто с закрытыми глазами сносить все на пути, но при этом восстанавливаться, и компания в этом тебя тоже поддерживает и создает такие условия. Кажется, что у вас очень много осознанных сотрудников компании. Я думаю, что да. Я в это верю, и, по крайней мере, среди моих коллег, правда, очень-очень много осознанных классных ребят. Даша, вы как-то трекаете процент отказов от офферов из-за холократии? Этот вопрос нам задал наш дебрел Женя. Привет, Женя! Когда она пришла и спросила так. Сколько отказов от оффера по причине холократии? На моем... Три года я в точке, больше трех лет я в точке, и у меня такой отказ по причине именно холократии и системы менеджмента был один. То есть, когда человек, правда, сказал, мне не подходит, не хочу, и вообще выглядит странновато. Один такой отказ, когда человек искренне сказал, что нет, вообще не мое, и прям не хочу, страшно-страшно-страшно. От общения тоже никто не отказывался, потому что очень важно правильно относить ценности, рассказывать о том, как это выглядит. Мы никогда не начинаем грузить кандидата с первых фраз терминами, фразами и так далее. Мы стараемся донести ценность, в чем фишка, в чем прикол, чем это отличается от других компаний. Поэтому это не становится каким-то фактором, который, например, мешает найму. Скорее помогает, потому что многим в мире это откликается, и в мире, и в других компаниях, и многим этого не хватает. Не хватает свободы, не хватает возможности принимать решения, не хватает вообще понимать, как я влияю на что-то, и могу ли я что-то поменять. Поэтому отказов тут не буду преукрашать. Правда, не исключаю, что есть какая-то серая зона ребят, которые нам об этом не сказали, и просто положив телефон... Так, это те из холократов. Холократов нет. Нет, спасибо. Такое тоже не исключаю. Возможно, эта история есть, но отказов или прям проблем с этим, что какая-то система не такая, и мне было бы некомфортно, с этим не сталкивались. Вау. Ну, возможно, на входе в компанию реально сложно для себя понять, это будет ОК или НОК. Тогда следующий вопрос про процент текучести на испытательном сроке. Ну, то есть много ли ребят уходит из-за того, что я попробовал, это не моё? Про холократию нет. Нет таких историй, что ребята приходят, думают, что классно, а по итогу не классно. Но тоже уже говорила раньше в докладе, что в любом случае есть ребята, которые уходят, потому что мне холократия не подходит. Или мне в целом всё, что происходит в точке, не подходит. И тут, наверное, честно сказать, это будет комплекс разных историй. Не просто холократия, и поэтому я от вас ухожу. Это будет такая составная история. Но есть такие ребята, есть процент текучки, минимальный, но всё-таки, когда человек говорит, не моё, не моя система менеджмента, мне не нравится, мне не подходит, не хочу, поработал. Спасибо. Такое есть. Но ребята, которые приходят в точку, не уходят через три месяца, потому что что-то не так с холократией, или потому что им это не подходит. Понятно. Круто. Спасибо большое. Мы все такие, о, холократия. Как это использовать? Здорово, потому что сотрудники в компании, они могут стать амбассадорами, если они действительно как бы в этом во всём и развивать это в сообществе. Мне кажется, в точке так и есть. Когда заходишь на вашу страничку, карьерный портал там. Надо обязательно зайти ещё раз, потому что недавно у нас появилась новая страничка карьерного сайта, поэтому заходите, смотрите. Классно, обязательно зайдём. Спасибо большое. Спасибо за диалог. Классные вопросы. Спасибо.